С 16 по 18 ноября в Хасавюрте во Дворце спорта имени Гамида Гамидова проводился 10-й юбилейный межконтинентальный кубок по вольной борьбе памяти прославленных борцов 19-20 столетий. В турнире приняли участие порядка 150 борцов, которые состязались в 10 висовых категориях. Традиционно в первый день после предварительных схваток состоялось торжественное открытие кубка. Артистами художественной самодеятельности было подготовлено настоящее костюмированное фольклорное шоу. С песнями и танцами. Субтитры создавал DimaTorzok Борцы съехались в Хасавюрт из разных регионов России. А также из стран зарубежья. На торжественной церемонии открытия турнира приняли участие заместитель председателя правительства Республики Дагестан Владимир Лемешко, министр промышленности и энергетики Республики Дагестан Сагид Пашаумаханов, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан Ширухан Гаджимурадов, заместитель министра спорта Республики Дагестан Зайнал Салаудинов, глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев, глава Цумадинского района Анвар Гаджи Вечедов, олимпийские чемпионы по вольной борьбе Абдурашид Садулаев, Мурад Умаханов и Мавлет Батыров, олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев, сурдлимпийский чемпион по вольной борьбе среди слабослышащих Аскар Аскаров, боец смешанных единоборств, выступающий в организации UFC Забит Магомед Шарипов, победители и призеры чемпионата мира по вольной борьбе в Будапеште, а также многие именитые спортсмены. Глава города Хасавюр Цайнудин Акмазов поприветствовал всех гостей и участников, пожелав всем честной борьбы и побед достойным. Сегодняшний турнир – это 10-й юбилейник. Он с каждым годом набирает обороты. Это один из самых престижных турниров в Российской Федерации. Все великие борцы, которые достигли спортивных уровней, они начинали свою спортивную карьеру на этих товрах. Только в этом году выпускники города, спортивных школ города стали чемпионами мира, призерами мира, чемпионами Европы. Есть большая убежденность, что участники сегодняшних соревнований для них тоже это будет стартом и началом большого спортивного пути. Желаю всем участникам успехов на этом говре. Министр промышленности и энергетики Республики Дагестан Сагит-Паша Умаханов вручил олимпийскому чемпиону по вольной борьбе, трёхкратному чемпиону мира Абдул-Рашиду Садулаеву и сур-лимпийскому чемпиону по вольной борьбе Аскару Аскарову орден «Народный герой Дагестана». Кроме того, орденом за заслуги перед городом Хасавюр были награждены заслуженный тренер СССР и России Магомед Гусейнов и директор спортивной школы Олимпийского резерва имени Шамиля Умаханова Иман Паша Умаханов. Также почётными грамотами и благодарностями были поощрены триумфаторы и призёры чемпионата мира по вольной борьбе в Будапеште. Председатель Совета ветеранов отдела Министерства внутренних дел России по городу Хасавюр Дайбудин Амаров отметил, как важно проведение таких турниров с целью развития спортивных достижений. «Вот мы сегодня собрались здесь, чествуем своих именитых борцов. Дагестан теми отличается, что мы обладаем, значит, високими, значит, морально-нравственными качествами, мужеством, достоинством, зная свое место в мире. Вот эта кузица спортивная, значит, кузица города Хасавюрки, благодаря, значит, сделанным человеком, который слева со мной сидит, Умахано Савюр Шадарбишевич». Председатель Общественного совета регионального гражданского общества Республики Дагестан Арапат Курбанова отметила, что Хасавюр всегда показывал себя как активно развивающийся город. Подчеркнув, что немалая заслуга в этом министра промышленности и энергетики Республики Дагестан Сагит Пашу Умаханова. «Искренне рада, что мне сегодня представилась честь, возможность присутствовать в этом знаменательном, важном для наших дагестанцев мероприятии. Хасавюр – это удивительное город Дагестания. По численности населения, хотя и небольшое, но самые важные исторические, политические и иные события происходят именно в этом городе. Именно благодаря этому он вошел в историю. Весь мир о нем заговорил еще тогда, когда он прославил себя как миротворец, когда был подписан договор перемирия между Совредельной Республикой Чеченской и Российской Федерацией. И это не случайно. В свое время, долгие годы возглавлял этот город Умаханов Сагит Паша Дагестан. Видимо, тот дух, который он вдохнул в этот город, и действует, и живет до сих пор». В течение трех дней борцы состязались за призовые места, показывая упорную и интересную схватку практически во всех встречах. Особенно зрелищными получились финалы. Курбан Гириханов, Самат Гакаев, Пермагомед Пермагомедов. Информационная программа «Пульс».